Добрый день, уважаемые слушатели, рад видеть здесь очень много своих знакомых, друзей, с которыми мы уже давно контактируем. Но я что хочу сказать, вот я обозначил свою тему выступления, мне сказали за 10 минут, мне сказали за 5, я их за 5. Если не хватит мне времени 3 минуты, то на самом деле я не люблю, вот как сегодня сказал Дмитрий Львович, старообрядческие методы. То есть вот эта презентация, да, то есть это не мой способ подачи материала, я привык все время демонстрировать что-то. А для того, чтобы демонстрировать, пожалуйста, вот моя студия, которую я привез прямо буквально из Нижнего Новгорода сюда, для того, чтобы у нас шла прямая трансляция в Вену Витуб, вот уже Павел сказал, что нас там люди смотрят. Поэтому я буду очень короток, ну и скажу об одном, традиционные старообрядческие методы, да, в дополнительном профессиональном образовании, ну да, действительно, на самом деле мы электрик, вот я электрик, да, то есть я представитель инженерно-технических профессий. Я сегодня слушаю докладчиков, есть разные, кто-то у нас педагог, кто-то у нас, соответственно, представитель там иностранной языки, а мы инженеры, самые прикладники, ну не потому что мы там прикладываем сейчас почему-то, да, у нас прикладная наука. И поэтому спор физиков и лириков, он давний, то есть он никогда не разрешим, и когда заходит речь о чем-то, то я говорю так, вот смотрите, вот я электрик, вот мои друзья электрики, ну они разрабатывают мощные системы электроснабжения, цифровые подстанции, сам участок в этом деле, а есть у нас еще несколько человек, которые защитили кандидатские философии, самые диссертации по философским наукам. Но это потому что, когда электрика током дернет, да, у него сразу же философские мысли приходят на ум, да, поэтому он без этого не может. И мы все философы, и я вам напомню просто основной один дилектический закон, который говорит, что материя у нас развивается по спирали, да, то есть мы каждый раз возвращаемся на какую-то исходную точку, но на более высокий уровень. Так вот, я хочу вам показать это небольшое развитие по спирали, я постараюсь быть кратким. Вот перед вами обычная подача материала, обучение, ну детей там, скажем, информатики, там может быть, самая коммуникационная технология какие-то, обычная презентация, да, ну и покорный слуга у вас там представлен, который показывает эту презентацию. Вот вы знаете, все-таки, когда мы готовим инженеров, да, во-первых, это должны быть практики, которые должны что-то руками потрогать обязательно. Во-вторых, они не любят фальши, то есть вот они не любят картинок. Им бы лучше, ну, как вот меня учили, обыкновенная, хорошая, здоровая лекционная аудитория, там на 100 посадочных мест, доски 3, 4, 5, которые можно исписать одну, потом переходить на другую, чтобы, ну, тяпку не работать, а иначе потом пиджак не отстираешь и самое, будешь ходить как пельмень, да. Что еще? Вот если вспоминать, сам когда обучался в такой лекционной аудитории, вот у меня зрение не очень хорошее, то есть сидя на дальней парте, лучше тогда уже с кем-то поиграть в преферанс, там или сам пиво попить, потому что не видно ничего, не слышно ничего. А сегодня к нам же пришло вот настоящее, скажем, там телевидение, и можно организовать вот такую лекцию прямо у доски. Это я вам показываю реальный пример, то есть это курсы для подготовки к ЕГЭ, к экзаменам, вот мой коллега, самый математик, рассказывает, пишет на доске, и это опыт. Ну, я вам скажу, вот камера моя, которая здесь присутствует, она как раз ровесник этих наших лекций, наших, соответственно, занятий по подготовке к ЕГЭ, работа на буквально доске, да, то есть лекция есть, хорошая там в пиджаке, да, бритая, все, как положено, да, и, соответственно, там формула, там все хорошо видно. Ведь это можно посмотреть, потом можно несколько раз пересмотреть, это можно на этом акцентировать. Ну, а к чему следует стремиться, вот у меня написано «мечта», это тоже тот же самый Дмитрий Волошин, который ввел лекции по подготовке к ЕГЭ, мы здесь видим уже на уровне инструмента геогебра, очень хорошая такая показательная графика, более того, здесь ее не покажешь, надо показывать именно в динамике, потому что там все эти линии двигаются, там все перемещаются, там есть такая мультипликация, то есть это уже вот на таком хорошем уровне, то есть вот это реализация мечты. Дальше, ну, вот пригласили физика, тоже работа на доске, только уже не обыкновенным мелом, а фломастером, вы скажете, ну, это древние, там, старые технологии, вот ничего подобного, я вам точно говорю, вот мы когда готовим инженеров, ну, во-первых, значит, на первых курсах мы студентов дрессируем, и дрессируем достаточно хорошо, чтобы их приучить учиться, во-вторых, вот я сколько раз с коллегами встречался, мультимедийщиками, вот сейчас модно делать ролики, ну, 10-15 минут, больше студента не воспринимает, потому что у них там какая-то клиповость мышления, извиняюсь, какая может быть клиповость мышления, если, например, объясняет Терема Максвелла, да, или там, скажем, разбирая ли Де Фурье, какие 10-15 минут, мне полтора до часа бывает, мне не хватает, да, то есть я лекцию делю пополам. Поэтому, так или иначе, ну, вот пришли мы к такому виду, ну, с одной стороны, пожалуйста, это пример работы с Атомстройпроект, это лекции из студии, у нас действительно была студия, я работаю в политехе, и, соответственно, вот имеется презентация, все красиво, все шикарно, да, и самые видео прекрасные, а с другой стороны, пожалуйста, вот консультации, опять-таки, преподавательницы, это математика, это подготовка ТГ, это вот самый, там, урок диаметрии, насколько я понимаю, и это идет, именно мы говорим, что о каком-то повышении квалификации, вот это повышение квалификации, реально учителя, там, городецкого района, Нижегородской области собрались, вот для них издалека такая, такое занятие ведется, не 15 минут, и не 10 минут, это я вот должен за 10 минут уложиться, я посмотрю на часы, поэтому, ну, что нужно в завершении показать себя любимого, без этого сам себя не похвалишь, заходишь везде, не как оплеванный, на самом деле, вот пандемия, пандемия, да, и вот этот переход на дистант, он очень много сдвинул, то есть на уровне философии это еще один маленький скачок вверх, то есть мне, как лектору, говорят, нет, мы тебе аудиторию не дадим, потому что там нужно лифт на 100 человек коллективную маску какую-то шить, там, или еще что-то, давай-ка из дома. Вы знаете, я сторонник любой техники, у меня куча всяких графических планшетов, компьютерный планшет, там, сам, планшет Samsung, на котором можно писать формулы, которые переводятся потом вроде бы как в текст, ничего подобного, вот без доски жить не могу, почему? Ну, потому что на компьютере, когда я эти формулы писал, пишу, да, я их должен писать слепую, вот я музыкант, я умею играть слепую, да, на клавиатуре, то есть я там что-то выучил, руки сами бегают, а здесь я должен x-квадрат какой-нибудь, или там нарисовать диаграммы, и тоже все слепую, но не получается. Вот я в том году подумал, пошел, разорился на 10 там тысяч, купил себе обыкновенную маркерную доску, поставил, вот, пожалуйста, я на ней пишу, бома, расстояние, ну, вот от камеры, вот где-то здесь, то есть вот на уровне нашего квадрата, то есть, ну, два метра. Дальше, изображение, ну, это даже хорошо видно степень небритости, почему? Потому что работает необыкновенная веб-камера, там, скажем, ну, скажем, что у меня было, там, 920, не видно, не видно. Это работает, вот, обычная камера Sony, которая стоит у меня сзади, вот сейчас она ведет прямую трансляцию, которая видна и издалека, и близко, то есть, есть такое понятие, как фокусное расстояние. А раз это фокусное расстояние должно саморегулировать, что оно у меня хорошо регулируется, поэтому всегда хорошо видно, что я рисую на доске. Ну, вот в свое время мы с Татьяной Черегиной, вот она здесь присутствует, такой авантюр и вязались, да, пожалуйста, не убегай, вот, помнишь, это ты, а вот я тогда писал на планшете. Ну, это красиво-красиво, но я говорю, ну, не успеваешь это делать для того, чтобы создать хороший курт добутных лекций. А вот это уже записанные лекции, целый семестр читаю, целый день, самый семестр выкладываю, скажем, на рутубе, все это входит в систему управления обучением, там, скажем, Муду, и таким образом комплектуется целый курс. Я сейчас читаю в три или четыре, вот у меня на следующий год можно будет сидеть, ну, как хороший системный программист, он не должен же работать, правильно? Системный программист должен прийти, все настроить, и потом сидеть, получать зарплату, пить пиво. Ну, вот я мечтаю о том же США. Ну, и, в общем-то, все, наверное, спасибо за внимание, потому что у меня нет готового заключения, это все находится в развитии. Спасибо. Спасибо, Игорь. Так, будут ли... Подожди, подожди, может, еще вопросы будут какие-то. Да ладно, это... Если будут вопросы, подходите, я лучше продемонстрирую. Будут ли вопросы стороннику... Старообрядческого... Да, старых-старых видов обучения. Кристина Великоцкая, скажите, пожалуйста, что делать, если нет камеры Sony, только обычная вебка, а нужно, чтобы было видно все-таки на доске? Вот вы заметите, сейчас идут у нас реформы все-таки образования. Опять новая волна, не реформ идет. Да, мы сейчас баллонку мы все выкинем, потому что готовить бакланов и магов, потому что я считаю, что это нецелесообразно, особенно в инженерных науках. Нет, может быть, там каких-то других, там это и есть смысл. Дальше. Сейчас так или иначе речь идет отферансирования. Я считаю, что государство каждому доценту по доске, по камере... Не забывайте, там еще освещение. Вот я уж не стал говорить про освещение, должно быть хорошее освещение, микрофон. Ну, это бюджетно, ну, 30 тысяч где-то получается для того, чтобы оборудовать дома более-менее нормальную студию для записи вот таких вещей. Ну, у меня зарплата у доценту 50. Наверное, в качестве премии на Новый год могут доценту дать такую премию, что мы себе сделали видеоскоп. Я считаю, что да. Можно я? Игорь Владимирович, я хотел бы, наверное, даже не вопрос задать, а поскольку наши коллеги давным-давно знакомы, мы тоже все знакомы. Вот это, наверное, яркий пример того, как можно совмещать именно традиционные подходы с новейшими технологиями, которые позволяют, собственно, педагогическую задачу решить. И это, поскольку я тоже в техническом вузе работаю, то есть это очень сложный вопрос именно техническое образование. Поэтому и геогебру мы используем, и модлу мы используем. Но вот такого уровня продвинутости и для решения своих именно профессиональных педагогических задач вы для нас пример, мы вами гордимся. Спасибо. Я хотел бы добавить, что такого рода применение традиционных способов, ну, в общем, как и нет традиционных, требует некоторых, как говорится, эвристических методов. Все зависит от вашей обстановки, от комнаты, где вы это внедряете, от вашего оборудования, от того, как падает свет. И решения могут быть, приходить самые неожиданные. Я, например, видел... Ну, в этом творчество заключается. А, да. Как сделать освещение, чтобы оно было качественным и дешевым, например, да? Как сделать... Дорого, все понимают, да? А вот как сделать так, чтобы преподавателю именно, который не является профессиональным вещателем, скажем так, да, сделать это достаточно дешево и хорошо, вот это действительно целое большое поле деятельности, которое не совсем охвачено. Я почему об этом говорю, потому что и сам вот года три назад столкнулся с этим вопросом и решал его тоже совершенно по-своему. Решил, в конце концов, при помощи черного полога распределенные лампы, которые стоят передо мной, достаточно мощные и... Вы представляете, я вчера посетил студию великого коллеги. Я все время думаю, что у него оборонная комната, у него там апартаменты. Оказалось, что он умудряется... Ну, у него, кстати, помещение чуть побольше. Так, Игорь, это не вопрос. Это... Поэтому это вот немножко меня затронуло тоже. Пришлось решать, вот как есть. Где-то что-то подвесить, купить какую-то лампу непрофессиональную, но которая дает ровное освещение, одеться в контрастную одежду, медийную, как я ее называю, не академическая одежда, которая с пижаком и галстуком, а медийная одежда, которая позволяет контрастное изображение получить. Вот эти небольшие тонкости, они действительно преподавателю могут много чего дать. Тому преподавателю, который сейчас выходит в онлайн и начинает этот онлайн ругать, потому что не знает, как к нему подступиться, кроме как запустить Zoom. Игорь, огромное спасибо. У меня еще вопрос. Я стою, стою, стою. Ну, конечно. Оксана, я не видел, извини. Просите, пожалуйста. Мы сейчас увидели традиционные методы со стороны преподавателя. А есть ли какие-то такие традиционные олдскульные находки со студенческой стороны? Что они делают именно в инженерном образовании? Очень хороший вопрос. И очень приятно его услышать. По одной простой причине. Обучение – это не то, что хороший там профессор, который там всем владеет, и он просто выходит, его дети там сейчас в доске учат, пишут формулы, все остальные записывают. Главное, чтобы ввели конспект. Я вот, например, конспект требую, что без конспекта я вообще с вами разговаривать не буду. Нужна обратная связь. В первую очередь для хорошего обучения технического специалиста нужна обязательно обратная связь. Поэтому у меня вот эти занятия проходят, скажем, через Zoom, вебинар РУ. Да не важно, это транспорт. Но самое главное, чтобы у меня студенты присутствовали, чтобы я чувствовал, что я работаю не на камеру. Я работаю исключительно на них. Ну, рожи пускай не показывают, потому что, ну, там кто-то, может быть, пиво пьет, кто-то там только проснулся там и так далее. Ну, зачем мне все это? Меня будет раздражать. Но голос хотя бы должен быть для того, чтобы люди задавали вопросы. И я говорю, что вот я сказал, запишите, пожалуйста, предложение. Записали? Ну, да, записали. И дальше больше диктовать не буду. То есть обратная связь нужна. И студенты после этого, они втягиваются, вот вы говорите, а есть ли какие студенческие инициативы, да? Есть, собственно говоря, вот эти наработки, которые показывают, от доски до видеостудии. Это ведь работа, не один же это сделал, конечно, студент. Спасибо. Спасибо, Баб.